Музыка Ребенок родился в принципе кило 100, 28 недель беременности. До 5 лет у нас не было проблем с ним, мы ходили в садик, развитие, все ушло хорошо. Потом началось ни с того ни с сего, какие-то головокружения вот такие вот. Елена Григорьева показывает нашей съемочной группе семейный фотоальбом. На снимках веселый малыш, ее сын Костик. Он гуляет с мамой за ручку, играет со сверстниками. Правда, смотрит на эти изображения Елена со слезами на глазах. Она ведь и предположить не могла, что к 9 годам ее ребенок перестанет говорить и даже двигаться. Нас попытались здесь полечить в Новгороде, в детской областной. Они начали не справляться как бы с этим недугом, потому что не поддавалось лечению. Нас отправили на Санкт-Петербург, в Филатовскую больницу, где нашли кисту головного мозга, сказав, что ее нужно шунтировать. Ее шунтировали, буквально через месяц ребенок перестал ходить. Затем начались мытарства по различным клиникам. Оказалось, что шунт был поставлен неправильно и поэтому цеплял головной мозг. Сделали вторую операцию и исправили. Чудесным образом Костя снова пошел и заговорил. Жили, как будто ничего и не было, вспоминает Елена. Но в прошлом году симптомы проявились вновь. От сильных приступов мальчик даже впал в кому. Опять врачи, больницы. Однако точного диагноза никто поставить так и не смог. По снимкам магниторезонансной и компьютерной томографии ребенок должен ходить и говорить. Нейрохирурги, неврологи и генетики лишь разводят руками. Что привело к лежачему состоянию, непонятно. То есть у нас нет основного заболевания, с которым мы могли бы обратиться, то есть с которым мы могли бы лечить. И также нет врача, который смог бы нас как-то вот взять к себе и сказать, что давайте я вам помогу. Давайте попробуем. Хотя бы даже те же эксперименты, но как бы в сторону. А у нас получается, что мы сидим дома и сами додумываемся. Раз в неделю вызываю скорую. Несмотря ни на что, сильная духа мама Кости не оставляет надежды найти врача, который все же сможет назначить грамотное лечение. Григорьевы посетили по сути всех столичных специалистов, принимающих бесплатно. Медики посоветовали обратиться в больницу имени Рауфуса в Санкт-Петербурге. Пока это последняя надежда. Но там иногородних принимают только за деньги, а их у семьи нет. Из доходов лишь пособие по инвалидности. На работу Елена по понятным причинам выйти не может. 24 часа в сутки она ухаживает за сынишкой. Кормит с ложечки, моет, при необходимости купирует приступы. На свою жизнь она не жалуется. Единственное искреннее желание – облегчить страдания любимого сынишки. Но без неравнодушных новгородцев сделать это она, к сожалению, не в силах. Если вы хотите помочь семье Григорьевых, примите участие в благотворительном марафоне. Номера телефонов и стоимость звонков вы видите на своих экранах. Также вы можете оставить СМС с указанием суммы пожертвования на короткий номер 7522.